Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Извиняюсь, что чуть-чуть задержался, но бывает. Значит, мы продолжаем изучать Тору. Надеюсь, сейчас все опять любители, ищущие знания, они сейчас присоединятся все, не разошлись или уже разошлись по ТикТокам. Кто? Значит, но зато я знаю точно, что нас будут смотреть в записи, очень много людей будет нас смотреть в записи, и поэтому всем шалом. И сразу начинаем, сразу начинаем, 21 глава, 21 глава, и мы дошли до, значит, мы дошли до, значит, о том, что лучше жить на углу кровли, чем со сварливой женой в доме с друзьями, мы изучили, что это самое, очень плохо, когда люди ссорятся, ругаются, это очень плохо. Но это еще Дэл Карнеди сказал и объяснил, он сказал, первая вот заповедь по Дэлу Карнеди, не заповедь, а первый его закон, в книге «Как приобретать друзей» и «Оказывать ли они на людей», это было не критикуйте, не жалуйтесь и не обвиняйте. И он там это доказал с математической точностью, что вообще, в принципе, это настолько, ну, бесполезно ругаться. Я помню, Равыскак Зильбер, Зихраноса Зиклевраха, он говорил, что я никогда в жизни никому не делал замечаний, вообще не делал. Говорит, один раз сделал в тюрьме, потом жалел весь срок, сделал одному замечание, какому-то бандиту видно, потом, говорит, весь срок об этом жалел. Да, хорошо, друзья, значит, и мы дошли до вот этого, но дальше мы в 10-м отрывке узнали, что душа злодея, она вожделеет именно зла, и не будет у него ни с кем мира, у злодея, то есть вот эти вот, если внутренне, если у человека настрой, да, на злодействе, то у него не будет ни с кем мира. И вот мы сейчас дошли до 11-го отрывка. 11-й отрывок говорит следующую вещь. Бе, беанош, лец, ехкам, пыти. Когда наказывают кощунствующего, лец это кощунствующий, беанош, лец, когда наказывают кощунственного, умудряется, умудряется пыти, становится мудрее пыти, это наивные. Начинается сейчас категория насмече, кощунствующий, это тот, кто насмекается над Торой, над божественным происхождением и устройством мира, это называется лец. Теперь хахам, это хахма, это божественная мудрость, это то, что Тора нам сообщает, как аксиомы, как вот так работает мир, это добро, это зло. Пыти это наивные, большинство людей относятся к категории наивные, потому что мы в принципе все рождаемся компьютерами без программ, и когда компьютер без программ появляется в этот мир, на него та эпоха и те люди, которые его окружают, записывают свои программы. И так как все дети наивные, они верят, они верят в Деда Мороза, они верят в зубную фею, они верят в пионерскую организацию, в бойскаутскую организацию, во что еще верят дети, они во все верят, что им расскажут, то получается весь мир, он находится в категории пыти наивные. Теперь дальше, у беастиль, ле хахам и как дат. И когда исследуют интеллектуально, беастиль это интеллектуальное исследование, хахам это мудрец, опять же он приобретет дат, приобретет познание. Давайте разберемся, вот я сейчас полностью прочту отрывок, вам будет понятно. Когда наказывается на смешника чувствующих, становится мудрее, получает мудрость наивный. И когда уже мудрец осмысляет вот это вот наказание, тогда он приобретает дат, приобретает познание. Как работает картина? Значит, вот этот наивный, он смотрит, как работает мир, он видит только то, что видит. Вот он конкретно видит то, что видит, слышит то, что слышит, и в общем-то он воспитывается на, наивные все люди, они воспитываются на СМИ, так и называется, средства массовой информации. Вот если мы возьмем любое СМИ, откроем любое СМИ и посмотрим, какую информацию получает из ленты новостей наивный современный человек, который читает СМИ. Он, вот я открыл ленту РУ, лента новостей, вот последние новости. В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков. Россияне стали меньше тратить на алкоголь. Стало известно согласие Барселоны расстаться с Месси. Евросоюз выделит миллионы евро на развитие демократии в Армении. Россияне стали отказываться от займов для сбора детей в школу. В Шотландии продали самого дорогого в мире барана. Ведущий, кто хочет стать миллионером, раскрыл размер своей пенсии. Вот он человек ведет программу, как стать миллионером, раскрыл размер своей пенсии. И самая главная новость сегодняшнего утра в России, это Мэй Уэзер оголил торс и восхитил пользователей сети. Все. Это как бы наивный человек, он ознакомился с тем, что происходит в мире. И также здесь написано, что, вот еще была новость 7.45, названа польза бороды. Есть, оказывается, польза бороды. Все-таки есть. Названа эта польза. Понятно? Значит, царь Соломон нам говорит так, что когда Пети смотрит, как наивный человек, смотрит, как наказывается ЛЭЦ, он в это время умудряется. Значит, если бы наивные люди читали, что вот человек выступал против Бога. Например, есть такой знаменитый, знаменитый есть человек, которого звали, Хопкинс его звали. Это физик. Этот физик, он выступал против Бога. Активно выступал против Бога. Глупо очень, с моей точки зрения, но активно. И он с 30 лет на кресле, на инвалидном кресле. И он с 30 лет на инвалидном кресле. Но он, правда, дожил на кресле инвалидном до 77 лет. Он общался с миром через лицевую мышцу щеки. Если бы в СМИ было несколько раз написано. Вот, смотрите, вот это происходит с теми, кто выступает. Перервалось. Да, это конспирологи сейчас сказали бы. Да, типа, вот это нас сидим под колпаком. Но мы не конспирологи. И мы знаем, что Тора, Тора, она сильнее всего. А почему прервалась тогда? Прервалась. Почему-то прервалась. Почему? Наверное, знаете как? Мне кажется, что прервалась потому, что Всевышний. То есть, любое недовольство миром. Любое недовольство миром. Даже в форме возмущения каким-то Хопкинсом. То оно вызывает, может быть, какой-то разрыв в связи. Не знаю, как объяснить. Прервалась. В общем, шалом второй раз. Двигаемся дальше. Когда наказывается насмешник против Торы, против Бога, тогда становится мудрее наивный. Наивный видит только вот эту вот, ну, такую причину-следственную связь очень простая. Вот он насмехался над Богом, вот его убили. Или там, он заболел. Вот, то есть, тогда наивному человеку просто понять, что есть преступление, есть наказание. Есть преступление, есть наказание. И в Торе, в то, как оригинал, да, то есть, то, как Бог дал Тору Маше Робейну, и как это было в первых поколениях, то за преступление против Бога, заедало поклонство и так далее, была смертная казнь. И написано, что и увидят люди, и задумаются. Про очень много таких вот написано, Бог сказал, там, это делать нельзя, за это надо там казнить. И казнить надо так, чтобы весь народ увидит и задумается. То есть, сделано так специально, что когда кощунствующих, которые выступали против Бога, их казнили, то это как раз умудрялись наивные, и они понимали, против Бога лучше не лезть. Все. Теперь, но мудрец, он же и так за Бога. Он и так за Бога, и он, мудрец, понятное дело, он знает, что одна из основ веры, это вера в то, что есть наказание, и вера в то, что есть награда. То есть, так, если мудрец и так это знает, что он поймет из этих вот всех казней, он и когда, он приобретет познание. Познание, это очень интересная такая штука. Есть вещи, которые человек знает теоретически, вот он знает, а есть вещи, которые он прожил практически, и для него эта вещь, она, вот он ее познал, он ее прям знает очень ясно, четко и на тысячу процентов. Вне знает теоретически, а он знает практически. И тот человек, который много читал про вождение автомобиля, и он прочитал книги, как водить, он теоретически знает, он знает, вот он полностью знает, как устроена машина, как нажимать на педали и так далее. Но это отличается от того, кто умеет ездить. Тот, кто ездил за рулем, у него есть уже познание, как ездить. А тот, кто знает об этом, он просто знает. Теперь получается, что когда мудрец Торы, он знает, как работают законы, преступления, наказания, воздаяния и так далее, он это знает теоретически. Но когда он видит, как это работает, когда он видит, как кощунствующий, выступающий перед Бога наказан, значит, у него появляется дат познания именно через органы чувств, такое стопроцентное ясное чистое познание. Понятно, да? Теперь 12-й отрывок, царь Соломон, он нам же теперь говорит очень интересную вещь. В Торе много раз говорится о том, что нет у нас в руке, мы не понимаем, почему бывает, что праведники страдают, а злодеи, они благоденствуют. Мы не знаем. Об этом спрашивал Машарабену у Бога, почему есть праведник и хорошо ему, праведник и плохо ему, почему есть злодей и хорошо ему, и злодей и плохо ему. Есть там несколько ответов, у нас был уже на эту тему урок. Есть в Пертьевод написано, что нет у нас в руке, то есть мы не понимаем точно, почему бывает, что злодеям хорошо, а праведникам плохо. Не знаем мы. В слове о мейлах царь Соломон в Коэлите в Экклезиасте, он говорил много раз, он говорил, это огромное зло такое, что бывает, что праведнику ему по земным законам попадает такое страдание, которое положено злодею, а злодею попадает такое добро, которое положено праведнику. Почему так? Мы не знаем, то есть система, она намного более сложная и неоднозначная, то есть в Экклезиасте мы видим такое есть выражение, что, кстати, легко запомнить, я вчера там изучал опять Экклезиаст в субботу, и там есть такая очень интересная нюанс такой, что в главе восьмой, глава восьмая это хет, на иврите хе, буква хе, отрывок зе, зайн седьмой, хе-зе, хе-зе это кто знает, типа, да, есть такое выражение вот в современном языке, сленговое, хе-зе, кто знает. Так, так, восьмая глава, седьмой отрывок, хе-зе именно, легко запомнить, хет это восьмая, зе это седьмой, там как раз и написано в Экклезиасте, в Экклезиасте, написано, что энадам юдеа, человек не знает, вообще не знает, что с ним будет, вообще не знает, то есть не знает, что будет, не знает, как было. А до этого написано в третьей главе, по-моему, что Бог дал мироздание каждому по кусочку мира в свою голову, в познание, и нет человека на земле, который видел бы всю картину в целом, нету, то есть Бог раздал миры, как бы весь мир, вот я воспринимаю по-своему, сквозь призму тех знаний, которые есть у меня. Каждый слушатель урока, он воспринимает мир сквозь свое маленькое окошечко своих знаний о мире, и никто не видит мир в целом, поэтому мы не знаем. Теперь говорит здесь 12-й отрывок, нам говорит царь Шлумо, простой практический совет, праведник смотрит за домом злодея, за домом имеется в виду, что у злодея все хорошо, и что? И он уверен, что будет все равно у злодея, он будет низвергнен в пучину, да, что все у него будет плохо, у злодея рано, поздно, здесь, вчера, завтра, обязательно будет плохо. И дальше, что делает царь, царь в этот момент не рассуждает на тему, почему злодею хорошо, и как все несправедливо, нет, он идет, как советовал царь Давид, царь Давид был очень большой практик, он говорил царь Давид так, Сур мира, отодвинься от зла, ваусетов и делай добро. Чем рассуждать о несправедливости мира, займись тем, что на том месте, где ты находишься, сделай больше добра, сделай лучше себе, сделай лучше своему окружению, сделай лучше близким, сделай лучше миру. То есть, отодвинься от зла и делай добро. Я помню, когда-то я читал, что, не помню, кто сказал эту цитату, кто-то это было не из еврейских источников, то есть, царь Давид, это как бы главный источник, он сказал, отодвинься от зла и делай добро, это понятно. Теперь, кто-то из таких вот мудрых людей, мудрых людей из народа мира, кто-то из неврейских источников, он сказал так, у меня нет времени, говорит, ненавидеть кого-то, потому что все мое сердце занято любовью к Богу, то есть, я всю свою силу, все свое внимание, все свое время я направляю на позитив, и у меня нет времени ненавидеть, завидовать и так далее. То есть, я весь направлен на созидание. Понятно, да? И вот в двенадцатом отрывке нам говорит царь Шлумо практический совет, что цадик, он действительно смотрит на то, как у злодея происходит, но он знает, что это закончится плохо. Все. И тринадцатый отрывок нам говорит еще один принцип, который объясняет многое в этом мире, но не все, но это такой основополагающий принцип, по которому работает этот мир. Тот, кто закрывает свое ушо от крика обездоленного, обездоленный это человек, который все потерял, у которого все забрали, называется это обездоленный. Гам-у икра в лояне. Также он будет взывать и ему не ответят. То есть, все в этом мире идет мера за меру. Все в этом мире, главный принцип, по которому работает этот мир, вот главные, основополагающие, базисные, которые находятся внутри всех событий и всех... Это как бы ответ на большинство вопросов. То есть, понятное дело, что на любую ситуацию влияет многовекторный мир, много векторов. Но главный принцип это воздаяние, мера за мером. От тема зно, закрывающие ухо своего, когда кричит вот этот обездоленный, просит о помощи и правосудие, да, судья, например, закрывает гам-у икра в лояне. Также он будет взывать потом и не ответит. Вот, например, я к этому уроку сегодняшнему я приложу список, если я специально погуглил в Ветипедии, нашел список царей, премьер-министры, правителей, которые были казнены. И большинство из них это были тираны, деспоты, которые казнили других людей, которые забирали у других людей, которые не вершили правосудие. И в итоге их же самих казнили, их же самих казнили, да. То есть, это так оно работает и работало и будет работать. И, но в практической сфере, да, мы же с вами там не правители, никто не решает вопросы нападать, не нападать. Вот сейчас, например, в этой же Белоруссии. Лукашенко, он когда пришел к власти, он вначале уничтожил бандитов. Мне рассказывали лично, с автоматом ездил, расстреливал бандитов. Потом он расстрелял всех своих оппонентов, исчезли все его оппоненты. Потом он там лет 20 держал власть, держал власть и никого близко не подпускал, чтобы против него выступали. Но сейчас ему возвращается то, что когда-то он сделал со всеми своими оппонентами. Отема зноми закат дали. Царь Самонам сказал, закрывающие уши, когда кричит обездоленный. А часто бывает в жизни, что к человеку обращается кто-то, просит его о помощи. Он ему говорит, нет, типа, я не буду тебе помогать, помогай себе сам. Потом этот же человек просит Богу, помоги мне, пожалуйста, дай мне там, мне нужно то-то-то. Закрыл ухо, когда просит тебя кто-то обездоленный, значит, когда-нибудь так же он будет взывать, а ему не ответят. Все. Ну, много можно привести, множество примеров можно привести в... Недавно буквально я услышал вот этот вот царь, которого казнили, да, в революцию. Но этот царь, он инициировал и поддерживал погромы еврестий, в которых убивали тысячи невинных людей, детей, женщин, стариков и так далее. Он поддерживал вот этих погромщиков. То есть, это было с его разрешения. Он вместе со Столыпиным, я недавно тоже услышал, то есть, они ввели суды без... Ну, просто людей казнили по всей России тогда. Евреи, не евреи, всех казнили. То есть, он был царь-деспот, который полностью убрал правосудие от того времени в России и потом его казнили. То есть, все возвращается, тот, кто убрал свое ухо от воплей обездоленных, будет взывать, а ему не ответят. Все. Я желаю, чтобы мы все были добрыми, помогали друг другу, помогали обездоленным, чтобы... Написано, что цдака спасает от смерти. Цдака это как милосердие, милостыня, когда ты помогаешь обездоленным. В какой-то момент этот цдака, она тебя спасает от смерти. Мы сейчас находимся в месяце Эл-Уль. Месяц Эл-Уль это как раз передрожишь она. И в это время нужно быть максимально, максимально помогать, делать добро. Делать добро и максимально, чтобы удостоиться в суде перед Всевышним, нужно быть ко всем окружающим, очень быть мягким в оценках. Все. Удачи, успехов. Всем желаю прекрасного, хорошего дня, недели, месяца и хорошей записи в книге жизни. Все. Всем пока. Удачи, успехов. Субтитры сделал DimaTorzok